с таким хамством столкнулась вообще никогда не знала что такие люди бывают мне нужно выехать люди перекрыли специально дорогу я их просила раз попросила два мало того что они еще стали на вот эту разметку для пожарной чате они вообще вы вообще как здесь оказались короче то сюда раз в неделю по делам приезжаю вот и звоните выезжайте задом а задом там очень узко выезжать я просто не ожидала что вот такие вот люди твари бывают просто твари вот как так можно себя вести я не понимаю они раз копошились там что-то выходили второй раз я их попросила они там ребенка вынесли с машины в общем вот такой стресс я сейчас получила и женщина вышла спустя вот только что выехала вот и таких вообще на дорогах хамов не встречала так мало того что еще я открыла окно говорю знаете дай бог чтоб с вашими детьми так не поступали и она мне что там что-то след сказала я уже не слышала специально про себя там слова проговаривала чтобы лишь бы не слышал что он там говорит просто вот такие вот люди еще и ладно я понимаю она была бы права но она то стала вообще на пожарные разделители красно-белые полосы где она вообще не должна стоять это машина это как вообще она же не хозяйка двора это вообще не отсюда ру какая разница я сюда езжу раз в неделю я не обязана вам рассказывать откуда это как вообще вот объясните мне таких хамов я у вас хочу спросить куда жаловаться я зафиксировала что их машина стояла там-то там-то вот скажите куда можно жалобу написать чтобы вы выписали за такое поведение штраф такие вещи я считаю должны быть наказуемы с какого перепуга вот так вот люди поступают наглеют и борзеют я вот не могу понять просто не могу понять как будто двор это их собственность двор это собственность государства но никак не их и люди не имеют права вести себя так морального права даже не имеют мне просто обидно что мы живем среди вот такого быдло невоспитанного и неоттесанного вот просто в шоке я вот от такого я никогда в жизни с таким не сталкивалась и я никогда не думала что люди бывают вот такие вот грубияны хамы невоспитанные и неоттесанные я никогда не могла подумать что я с таким сталкнулся вот просто знаете я у меня в голове просто это не укладывается как так можно тем более скажут там задом я не могу сдать так реально очень узенько я не хочу рисковать машиной здоровьем и нервами и в итоге видите как все обошлось мне это женщина с мужчиной подрыпали технично нервы как будто так и положено хотя вместо свободное же было в боку ехать вот я освободила место очень странные люди очень едут и меня уже все равно кроет я вот не могу до конца успокоиться честно плюс остановиться дальше выплакаться потому что мне настолько больно это перестать не могу правда просто хочется вам об этом рассказать чтобы понимали какие дебилы бывают на дорогах не просто на дорогах на трассе во дворах какое злющее представляете бывает как так можно с людьми то поступать я не понимаю такие злющие люди еще с таким лицом таким выражением просто как будто она мне обязана я обязана что-то я что-то не дала это как минимум я ведь там 300 тыс должна с таким лицом на боку е просто не лицо я не могу просто вот не могу ребят справиться вот с тем что сейчас произошло понятно что через пять минут успокоюсь а через час вообще забуду как за страшный свод так то я успокоилась уже сейчас вазу куплю под этим десерт выпью кофе хладко домой да просто он так покупаешь себе нафти